всех приветствую с вами я веган христолюб и мы с вами сегодня ответим на вопрос одного из моих зрителей подписчиков который написал мне лично на почту написал он три вопроса на два из них я уже ответил записываю отдельное видео на каждый вопрос свой ответ и сегодня у нас третье видео а третий вопрос добрый день дмитрий от души от сердца спасибо тебе за твой супер сайт твое толкование от бога святого духа очень по душе по сердцу близкой все понятно спасибо тебе и твоей команде близких друзей за работу дела ваши святы я валентин три месяца как уверовал и начал изучать познавать евангелие пожалуйста растолкуй мне мои вопросы ну и третий вопрос который я сегодня отвечаю на которые 7 отвечаю можно ли достичь больших высот в святости если уединиться в пещере жить одному поститься молиться первое что те отвечу что достичь святости просто высот а полноты не можно а нужно это прямая заповедь иисуса христа будьте совершенны как совершенен отец ваш небесный будьте святы как свят господь как я поступал так поступайте и вы вы боги и дети всевышнего все вы если исполняете свят заповеди любви заповеди евангелия если последуете жизни учения бога явишься во плоти иисуса христа можно нужно каким образом я тебе отвечу в пещере нет в посте нет в молитве нет нужно побыть в пещере до молиться до поститься до я напомню тебе и другим жизни учения иисуса христа с чего начался путь вера отслышания как говорил апостол павел конечно же бог явившись на землю не имел в себе личного какого-либо греха но прокладывая нам путь святой жизни он его де исполняет он слышит якобы проповедь иоанна крестителя покайтесь и сотворите плоды достойные покаяния и он идет покаяться самого покаяния в личных грехах иисус не было но для нас это прообраз потом этим проповедником становится он а потом его ученики покаяться в злых делах и сотворить плоды достойной покаяния иисус затем произносит своим уже слушателям точно такую же фразу единственное отличие иисуса христа и немаловажно а очень важно от иоанна крестителя о том что покаяться в злых делах сотворить добрые дела соответствующие противоположные злым соответствующих покаянию у иисуса и иоанна крестителя на деле разные и конечно же иисус нам показал что такое настоящее добро и любовь в этом мире лежащим возле во она была общая фраза он тоже учил неким некому добру но далеко от совершенства иисус прямо сказала бы они что меньше в царстве небесном больше него самый маленький то добро которое учил иоанн совсем недостаточно и совсем не соответствует святости хотя это тоже немаловажно но общая мысль была правильная и миссия иоанна крестителя было по плоти плотским людям указать на истинного учителя вселенной бога явившегося во плоти иисус идет креститься для нас это образ того что когда мы слышим голос истинный голос божий голос правды голос добра мы тянемся к нему и обличившись в этом свете полный нечистой одежды показавшись в этом свете да мы к раскаиваемся познав счастье это поняв что мы были до этого несчастны мы разворачиваем свою жизнь на 180 мы отрекаемся от всех злых дел и решаемся и даем обещание богу себе и всем людям добрый совести то есть доброй жизни святой жизни что происходит с иисусом потом написано что если человек действительно искренне этого желает из тех действительно услышав голос проповедника проповеди добра о любви богу во всем его проявлении к божьему творению к людям животным природе и действительно в своем сердце раскаивается и полагает измениться этот человек это то семечко которая упала как иисус говорил и начинает расти это на него снизошел дух святой виде голубя или огня как в крещении человек действительно начинает новую жизнь это новое рождение которым говорил иисус это есть тот миг когда человек искренне по-настоящему то что притащили за уши там ребенка в православную или католическую секту в детстве там окунуться и вообще насильно окунали еще когда он младенец нет и не в 15 и 16 лет это когда человек действительно созрел для этого сам сам и действительно услышав призыв от кого какого человека ясным голосом или призыв божий как это услышал я прямо по откровению человек откликается на этот голос именно этот день и есть день его зачатия дух святой снисходит это даже не рождение хоть я вам тоже сказал просто меня на тем много роликов и я немножко тоже сокращаю чтобы не углубляться на самом деле конечно день зачатия а семечко падает в землю мужское семя падает в женское попадает женская лона капелька с неба капает это вот символ снисхождение духа святого как голубя нисхождение конечно же иисус куда уходит образно под землю сус уходит дух святой ведет его куда в пустыню где он отрекается от всего от алчности от жадности от власти это прообраз нам хотя иисус это как бы явно побеждал да от тщеславия от гордыни от властолюбия от страха смерти от всего то есть человек должен победить себя где иисус находится хочешь в пустыне хочешь в пещере хочешь под землей как образ тебе удобнее ну иисус ушел в пустыню так как жил тех местах где бывает где бывают пустынные места так называем но они есть в любой точке мира какие-то леса хочешь в лес уйди да хочешь на остров уплыви хочешь у себя в квартире запрессе и так далее да то есть иисус уходит в уединение в котором он во-первых а три а отказывается полностью от пищи даже доброй здоровой поэтому пост и никакие посты и тебе никому другому на пути святой жизни не нужны пост от слова постоянства у тебя должно в голове это укорениться что это такое прежде всего в жизни хоть раз в жизни надо попробовать голодать поголодать от одного дня хотя бы до недельки сухим голоданием не мокрым без воды без любого питья просто сухого голодания от одного дня до недельки по здоровью по желанию по силам как сам чувствуешь по доброму совету с людьми здравомыслящими и практикующими такие вещи кое-что себе узнаешь это уж точно я тебе гарантирую и любому кто это сделает второе после голодовочки в жизни в своей надо определиться в питании с двумя вещами это с качеством и количеством на всю жизнь никаких постов ты больше никогда как иисус делать не будешь один раз тебе надо поголодать любое время какой ты считаешь для себя сам нужным и адекватным чтобы понять кое-что о себе ты пупу первый раз поголодав ты узнаешь себя я тебя уверяю и потом качество и количество первое это качество это сразу переход на веганское питание разовый бесповоротно на веганское этическое питание это питание в котором человек не употребляет ничего в пищу свой желудок что связано с убийством или эксплуатации живых существ на земле душ живых всех животных это раз второе это здорово веганское питание потому что сидя на веганском питании можно жрать всю всю чепуху которую сейчас люди понатворили все эти миксы соки там шоколадки кексики булочки это должно быть здоровым веганским питанием здоровой пищи она сама тебя сделает счастливым радостным и свободным поэтому это этичное здоровое питание в мире известно как веганское ну или зож до первое еще раз повторюсь это все что связано с этикой все что связано с убийством эксплуатации любая продукция должна быть исключена из питания второе это здоровая пища это полностью максимально ради себя самого ты должен исключить все какие-то вещи произведенные руками человеков неизвестно где неизвестно как и в красивой упаковочке зачастую стараться потреблять все что ты можешь сам выращивать если ты живешь на земле и этим питаться круглый год ну и второе количество первое качество второе количество ты должен есть столько чтобы не толстеть чтобы тебе не росло брюхо не висел жир на всех частях тела это есть твоя норма ешь сколько хочешь с утра проснулся и можешь наяривать здоровую этическую пищу желательно закончив ужином день свой можешь в день сколько угодно кушать кусочничать здоровую веганскую пищу но поужинал и завязывай в шесть и поужину в семь в восемь больше ничего не кушай ляж с пустым желудком не с пустым с переваренным пищей и будь тебе счастье папа поэтому вот и весь тебе ответ по поводу постов по поводу молитвы конечно вначале ты будешь очень много молиться богу вселенной кто там во что верит верховному учителю высшему я иисусу христу тут можно даже мухаммедом там или еще кому-то и яхве аллахом да ты будешь много молиться но молитва не делает тебя святым это лишь средство для познания истины ты как ребенок просишь у родителей помощи знаний денег защиты радости разделение горести твоих проблем да вначале ты будешь делать это много но сама молитва не делает тебя святым абсолютно никак и по поводу пещеры поэтому естественно в начале ты уйдешь в себя если ты по-настоящему тебя бог зачал до в тебе внутреннего святого человека по твоему желанию и бог не может и тебя изнасиловать бог может вложить в тебя твой семье только по тому желанию как это в нормальном мире только до женщина позволяет мужчина до вкладывает в нее свое семье точно так же бог твое искреннее желание стать святым за зачнет в тебе нового человека и естественно не не познав себя не посмотрев на себя ты много чего отречешься поэтому ты можешь уйти в леса уехать все на дачу сте там есть в доме в деревне может своей квартире запереться да если ты одиночка у тебя нет семьи там и еждивенцев о ком-то ты не заботишься там родители дети друзья знакомые родственники ты можешь себе позволить любую жизнь уединенную вольт с работы там с какой-то которая тебя тяготит найти работку себе попроще чтобы побольше быть может быть в уединении на этой работе можно работать охранником сторожем где ты принципе минимум контактируешь с людьми с внешним миром и можешь заняться самопознанием и познанием истины можешь уехать куда-то я влюда да в пещере побыть надо все кто проходил этим путем знает что это такое но сама эта пещера не сделайте святым познание себя сделай да поэтому начиная с этой пещеры до что ты начинаешь свою жизнь но потом из этой пещеры ты должен выйти если ты не вышел из этой пещеры ты умер там когда ты почитаешь православных монахов которые всю жизнь прочитали в пещере это не родившиеся зерна это не рад это не родившиеся дети если семечко не вышла из земли какой от него плод иисус прямо сказал смоковнице на которой не было никаких даже завязей ведь зачем ты здесь нужно зачем ты на что ты занимаешь землю дерево без плода еще он креститель сказал а потом иисус повторил срубается и бросается в огонь не вздумай остаться в этой пещере навсегда суть жизни в познание того что ты бессмертен принять это в свою жизнь что ты свободен и свободно избрать добро в этой жизни и творить это добро делая вокруг себя мир прекрасным в этом суть жизни в любви и быть любить и быть любимым в радости жизни счастье веселье в мире в гармонии в наслаждении от удовольствия плоти и духа в этом смысл жизни и поэтому иисус конечно же его это сорокодневные пребывания в пустыне было образом у кого-то пустыне длится в один день я не могу сказать таких людей не существует кого-то и 40 не сомневаюсь то все это растягивать для нас был образ многие в себя уходит просто в себя так скажем и имея семьи детей родителей на своих плечах да они не способны не уйти в к уединению у них много забот житейских их не пещера растягивается на десятилетия я таких лично тоже знаю кого-то годик у кого-то 2 у кого-то 3 у кого-то 5 потом человек выходит из этой пещеры на что познав себя выходит на служение людям как написано в луке как раз есть такая приставочка очень хорошая что иисус вышел оттуда силе духа вырос конечно же образ иисуса для нас всегда остается образом ибо это бог явившийся во плоти но мы потом еще учимся учимся любить учимся творить добро учимся проповедовать где-то мы что-то ошибаемся несем то от чего через несколько лет может быть откажемся поэтому то потом деятельная жизнь иисуса вплоть до жертвенной смерти на кресте проявлять свою любовь к своим врагам она конечно безупречно у нас так не будет но мы будем идти к совершенству как-то пришел к полноте к высотам святости да ты будешь это делать когда ты поймешь что суть жизни в любви свободе и бессмертии и невозможно жить в любви не отвергнувших себя наш любовь это когда ты кого-то делали счастливым поэтому тебе нужно победить похоть алчность жадность властолюбие господство над кем-то над людьми и животными природы над тщеславием когда превозносятся над кем-то тогда все это сделает тебя счастливым и ты начнешь практиковать а это практика тебе даст опыт то есть это будешь что-то делать тебя будет не получаться ибо опыта то что мы получаем не получив того что хотели понимаем так делать нельзя это плохо это опыт уже и потом ты будешь когда достигнешь этих высот святости этого совершенства ты будешь светить другим опять из любви к этим людям к миру вот так вот поэтому ты уже никогда не будешь поститься ты будешь просто правильно жить правильно питаться в качестве и количество пищи ты уже не будешь молиться фарисейский на коленях по заученным молитвам или даже своими словами тоже будешь просто пребывать боги а бог тебе ты будешь все время с ним разговаривать неважно чем-то занимаешься а пещера твоя станет как иисус и говорил на затворить в келе своей тайны и все уже эта пещера ты сможешь среди многолюдного толпы находиться и всегда быть спокоен более того настанет время когда тебе эта пещера уже не нужна будет ты будешь кайфовать среди людей потому что и денег конечно будет много твоих врагов и гонителей как было и иисус а потом его учеников а до него и у всех праведник пророков всех времен и народов начиная от первых песен но при этом у тебя будут окружать и любящие тебя люди ты будешь купаться в этой любви радуясь жизни и веселиться вот так вот вот что нужно делать отречься от всего худого и творить все самое доброе такой мой тебе ответ и всем кто услышал этот вопрос и мой ответ мной прочтенные вопросы мною отвеченный ответ всем я вам желаю достигнуть этих высот святости это все очень легко и просто нужно только желание это уединение пещера который валентин написал нужно каждому только для того чтобы познать истину где найти время что-то почитать что-то послушай это естественно если ты зачнешься от духа святого по своему желанию стать святым ты станешь замыкаться в себе где бы ты ни жил в каких бы то обстоятельствах не находился начнешь сторониться немножко людей своих даже родных и близких друзей всех если там ходил на дискотеке когда действительно сам перестанешь ходить тебе для тебя будет тянуть к святости к добру ты будешь искать ее всячески во всем и в людях и в книгах ты будешь размышлять а размышлять невозможно в суете ты будешь искать уединение да но это только начало пути конец пути это быть всячески во всем потом ты будешь лезть в каждую дырку везде со всеми общаться так скажем да благовествовать творить добро уже публичный явно чтобы это 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 передача не приткнулась чтобы мир хоть как-то не погряз во тьме вот так вот я вам всем желаю всего это достигнуть и обрести полноту счастья пока пока м м м м м м м Субтитры создавал DimaTorzok